всем привет спасибо что зашли на мой канал посмотреть это видео я вас приветствую на канале ирина маркелова и канал мы так называется ирина маркелова я благодарна всем тем кто смотрит рекламу и когда вы это делаете я прям ощущаю это материально вижу какие у меня за день прибавки сейчас конечно люди наверное отдыхают кто-то сады в свои поехал упали и просмотры да и на ютубе происходит какая-то ерунда но мы не теряем оптимизма все равно те кто смотрит мои видео и я вижу по комментариям что они продолжают смотреть у меня распускается акация посмотрите уже даже выпустила кое-где цветочки моя ж ты хорошая лапусечка люблю мою акацию я с ней каждый раз разговариваю она конечно не моя она общая даже не знаю кто ее посадил но так как она постоянно вот тут вот со мной можно сказать что беседы каждое утро я выхожу смотрю на нее поэтому она моя на улице видите у нас облака прохладно хотя алиса говорила что у нас сегодня 23 градуса будет но ночью было 13 поэтому как бы так еще свяжу сейчас время 9 час я собираюсь приготовить омлет пицца что ли так назвать в общем не омлет и не пицца что-то среднее между этим но очень вкусно и я потом вам покажу и меня сегодня в 10 минут 6 разбудили люди которые продолжают гулять которые с ресторана выходили я не знаю что-то у кого-то с машина что ли случилось очень сильно сигналила и причем сигналила именно не сигнализация а именно сигнал так пи пи как будто кто-то специально нажимал сидел и у меня представляете даже через пластиковые окна было слышно а я представляю людей тех которые с открытыми балконами сейчас и нет пластиковых окон как было у меня раньше естественно они наверно тоже все проснулись там уже две кумушки гуляют с утра пораньше молодцы но наверное у них не пятый этаж но даже если пятый не знаю я в общем мне кажется если бы у меня был этаж пониже то я бы по утрам тоже выходила бы на улицу сидела бы где-то на лавочке вязала бы в прохладе но сойти то легко а вот забраться назад это для меня очень тяжело у дочери когда была я каждый день выходила по нескольку раз потому что там лифт да и так третий этаж в общем я желаю всем хорошего дня хорошего настроения на завтрак я себе готовлю овлет мини пиццу получается здесь у меня пожаренный лук затем я добавила кусочки хлеба у меня просто хлеб вчера остался я его добавила и затем сардельку порезала остатки сардельки теперь все это я залью яйцо вот у меня и накрою крышкой ну вот я залила взбитым яйцом причем заливала так старалась заливать так чтобы попала на каждый кусочек хлеба и на каждую колбаску ну как получилось ну тем не менее вроде бы как попала сейчас накрою крышкой дам потомиться минут пять ну вот прошло пять минут и смотрите какая красота у меня получилось можно сверху присыпать сыром но я не буду сыром сыпать потому что есть сосиска и так получается что масло масляное будет но можно затем можно сверху положить помидорчик и еще дать постоять какое-то время можно сразу уже подавать можно зелень сверху посыпать да в общем что душе угодно можно кунжутом я иногда это тоже делаю в общем вкусняшка приятного всем аппетита вот такое красивое блюдо я себе сделала с утра подняла настроение цветотерапия посмотрите какая сейчас покушаю и пойду работать я сделала два вида ленивых голубцов такие замечательные они у меня получились такие маленькие я люблю маленькие видите они какие маленькие таком замечательном соусе вот это один способ я запекала в духовом шкафу и второй способ я я сложила и добавила тоже пережарку да но я люблю вот чтобы была вот такая жидкая водичка тоже и тоже они у меня немножко побольше видите какие они очень вкусные я уже немножко попробовала мне все понравилось капуста молодая быстро все приготовилось я очень люблю голубцы поэтому очень часто их делаю летом зимой меньше конечно времени я я уделяю этому блюду потому что раньше я вообще только заворачивала а последнее время наоборот только делаю так потому что это быстрее а вкус практически такой же приятного мне аппетита пошла я пробовать всем привет сегодня 13 число и люди выходят на работу после затяжных праздников я представляю как им будет тяжело войти в колею конечно когда находишься дома и не работаешь это расслабляет сейчас время девятый час даже там без десяти где-то восемь только что светило солнышко и вот так уже затянули тучи я встала в седьмом часу проснулась я же готовлюсь пойти в больницу а у нас отключат воду сегодня вот как бы я же понимаю что все равно до восьми я не буду валяться но вот минут десять полежала думаю нет нужно вставать идти купаться приводить себя в порядок потому что неделя будет купание в тазу одна подписчица мне написала ирина не увеличивайте потому что картинка плохая я не знаю почему картинка плохая что что плохо видно когда я увеличиваю видимо у вас носитель с которого вы смотрите вам плохо показывает на самом деле я специально посмотрела все красиво все прекрасно посмотрите акация моя вот с каждым днем с каждым днем добавляет раскрытие своих цветов усыпана она полностью усыпана цветами и это будет столько семян еще одна подписчица мне написала не знаю какой категории отнести этот комментарий к плохим или к хорошим или к возмущенным это уж вы сами решайте я как бы меня конечно немножко задел но задел не по той причине что там я его посчитала негативным или еще каким-то просто человек смотрит видео смотрит сколько у меня в работе изделий да видит сколько завершенных изделий или может быть человек только открыл видео и сразу начинает писать комментарии или это хейдер можно или или много говорить но она написала сколько можно показывать что у вас в работе когда же мы увидим мастер-классы хотя бы посредственные получается что у меня посредственные мастер-классы если судить по вашему комментарии то какой смысл мне тогда вообще выставлять посредственность дело в том что я хочу объяснить почему я не выставляю мастер-классы я уже говорила и еще раз скажу те девочки которые смотрят мои влоги они конечно знают о том что я была почти три недели у дочери там у меня вообще возможности не было выставлять потом неделю я болела приехала я только 2 мая и неделю я очень сильно болела не просто я просто часто болею каждый раз об этом говорить что ой я болею я умираю там тыры-пыры плохо себя чувствую я и так вроде бы как бы озвучиваю это но надоедать что я постоянно болею тоже мне как-то не хочется мне хочется выходить к вам всегда позитивно и радостно чтобы мое настроение радостно передавалось вам а если я как умирающий лебедь и буду вам еще это все передавать вы же заходите на канал для того чтобы подзарядиться каким-то позитивом идеями и так далее поэтому как бы мне не хочется вышла женщина и за ней идут кошки 4 кошки идут какие жирные кошки ну все их подкармливают еще может быть опушка после зимы не спала они все за ней потихоньку чешут вот поэтому я вот сегодня только третий день как более менее себя чувствую ну и хочу сказать опять я же собираюсь идти сейчас в больницу пойду что мне скажут если меня положат в больницу я не знаю какой у меня режим будет что там за год произошло может мне придется лежать может мне домой отпускать не будут как раньше это было поэтому мы предполагаем а жизнь располагает хочу сказать для тех кто ждет семицветик Светлана Рогова выпустила на своем канале мастер класс узор один в один как вязала я только принцип вязания у нее немножко другой но в принципе если вы хотите если у вас прям такая спешка вы можете зайти к ней и посмотреть этот мастер класс по крайней мере узор а когда я выпущу вы свяжете второй или у меня то принцип вязания совершенно отличный от нее поэтому вы можете связать допустим два топа и такой как у нее и такой как у меня но в любом случае решать вам и свое мнение я вам навязывать не могу думаете плохо обо мне такая сякая обещаю и не делаю вы думаете что по щелчку раз и начал снимать мастер класс это не так то просто я же должна подать так чтобы вы смогли связать я и так стараюсь а все равно недовольные остаются так что всем все равно не угодишь поэтому извините еще одна подписчица меня спросила вязала ли я с кавказского хлопка я даже не знала что есть такой хлопок кавказский нет не вязала более того я уже очень долго если можно назвать долго может месяца три а может и больше я даже не заходила на страницу о кавказской пряже у меня была большая покупка кавказской пряжи мне надо ее еще перевязать вот поэтому я пока не готова к очередным покупкам еще вот эта погода она конечно немножко на меня влияет по поводу того что почему не снимаю мастер-классы каждое утро думаю надо начать снимать и когда сажусь делаю расчеты начинаю делать расчеты понимая что мозги не работают вот не знаю только у меня такое состояние или еще у кого-то возможно это болезнь моя на меня влияет может авитаминоз может усталость которая накопилась за время моей поездки в общем не знаю вот я вчера вытянула мясо фарш у меня был перекручен лежал в холодильнике вот в морозилке с утра вытянула а уже после долго я раскачивалась после обеда понимая что надо либо фарш обратно закладывать либо что-то с него делать и кое-как себя заставила что-то сделать я даже готовить не хочу вот такое какое-то непонятное состояние даже не знаю говорили солнышко выйдет появится стимул и так далее что-то никакого стимула не появляется даже не знаю как его поднять я себя постоянно заставляю просто-напросто заставляя и все чаще и чаще приходят мысли о том что вот допустим по ту сторону экрана сидят люди которые сколько захотели столько повязали а я постоянно в режиме аврала вяжу и ну с одной стороны мне же это доставляет удовольствие а с другой стороны все равно есть слово надо надо потому что мы в ответе за тех кого приручили и так как люди ждут от меня чего-то и каждый раз присутствует слово надо 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 вот а мне надо очень много и столько много у меня же в планах показать вам как я связала пуловер для Юли я понимаю что уже время идет к лету ну мало ли кто-то может быть летом вяжет у кого-то еще холодно вот потом у меня два топа топ фродя и топ семицветик мне задали вопрос опять же почему я говорю о том что вот название у меня нет но у меня же два топа один я вяжу для дочери ну топ для дочери а туника для себя чтобы вы как бы понимали что вот это один это другой вот это по этой причине я сказала название чтобы было опять пришла мусорка приехала мусорка у меня здесь варятся яйца на мою намазку стаканчик надо убрать вот ну намазку тот кто не знает я готовлю шпроты вот купила с яйцами на моем канале есть мастер-класс как я готовлю эту намазку я приехала в старый город свои кумушки смотрите на мою прическу какая у меня она сейчас и потом увидите какая она у меня будет сейчас конечно ветер застрепал на улице как всегда у нас ветер не знаю будет хуже или лучше посмотрим пришла к кумушке кумушка занята не буду даже ее снимать здесь такая я красотка вот так я выгляжу стульчик мешает не видно я почему снимаю мне задали вопрос по этой тунике что это у вас туника куплены за пять тысяч еще в москве и не знаю какой у нее размер но она мне верой и правдой служит уже я не знаю лет пять когда начинается такая погода с тепла в холод я ее одеваю и хожу а потом уже ношу что-то вязаное или что-то легкое вот ну она у меня в любимчиках такая моя туничка я пришла домой все уже приопало когда с парикмахерской выходишь такая красивая прическа доходишь домой уже от той прически которая была в парикмахерской ничего не остается я зашла на рынок купила свеженький лучок купила кабачка три штучки по пятьдесят рублей у нас уже кабачок говорят краснодарский не знаю потом купила два перчика и все это у меня вышло на шестьдесят рублей у меня вот потом я зашла в оптику местную диагностику сделала себе глаз у меня астигматизм но я и знала что у меня у меня у меня он есть проходил сосед наговорил кучу комплиментов мне сказал что у меня красивые губы ой мужики не холостой но не в моем вкусе так вот я зашла в оптику мне сказали что у меня один двадцать пять уже был ноль семьдесят пять но ноль семьдесят пять у меня был где-то лет пять назад это очень даже хорошо я считаю что за это время как бы всего лишь ноль пять ноль пять да получается да вот и я-то практически без очков вяжу это уже когда вяжу допустим что-то крючком совсем тонкое тогда я одевала очки ну а сейчас я же вы слышали я же жаловала что в последнее время вообще у меня упало зрение не знаю по какой причине это в связи с заболеванием или еще с чем-то может с усталостью вот ну и что еще у меня стигматизм 0,5 но у меня он и был и я знала что он у меня есть ну и как вы думаете сколько мне очки стоят причем я выбрала самую практически дешевую оправу то есть оправа 1600 а там самое дешевое 1200 но там за 1200 смотреть не на что то есть оно все такое просто нету слов вот ну чтобы хоть более-менее было что-то маломальски человеческое и в общем 3400 мне все это вышло линзы 1200 плюс 500 работа плюс 300 диагностика в общем 3400 но они разрешили на ну в рассрочку то есть половину сейчас половину когда буду забирать ну то есть сейчас у меня половина была потому что я пенсию недавно получила а половину заплачу когда получу на ютубе сколько получу на ютубе пока еще не знаю надо сегодня посмотреть что у меня там за заработок вот с кумушкой поговорила она мне говорит Ира глаза это твой рабочий инструмент говорит ты знаешь что если ты запустишь это дело говорит что ты потом будешь делать ну я послушала ее и пошла ну вот сходила на свою голову как говорится не думала не гадала утром проснулась а вообще не думала что я пойду туда а видите вот так мы предполагаем а жизнь располагает вчера я приготовила ленивые голубцы но ленивых голубцов мало поэтому я сегодня сейчас приду и еще запеку овощи в общем чтоб картошки было побольше овощей поменьше ну не в большом количестве это сделаю чтобы съесть я же собиралась сегодня пойти вначале в поликлинику а потом в больницу позвонила туда узнать как принимает мой врач а мне сказали что врач будет только через неделю представляете сижу вот если вам видно какие-то зеленые сикарашки они меня прям облепили эти зеленые сикарашки уже повыводились откуда-то в общем сейчас я пойду наверх на свой эверест посмотрю что там у меня творится на улице в общем не жарко но парка не знаю может будет опять дождь но в целом комфортная погода ладно моя хорошая пошла я не знаю будет вам видно или нет как у нас летит пух вот тополь он он весь уже в сережках тополиных я имею ввиду пуховый и вот как дождь летит пух и это все окно нельзя раскрыть все идет в дом я говорю вот эти тополя обрезали почему оставили этот непонятно и вот получается он такой весь пуховый облака такие черные у меня греется супчик буду обедать сейчас время четвертый час я только буду обедать уже ужинать пора не могу когда меня подстригут не могу привыкнуть свои прически первое время конечно если бы сейчас была вода я бы пошла искупалась и подняла бы прическу ну ничего отрастет какая комфортная погода я очень люблю когда такая погода почему потому что нет жары нет холода как раз само то конечно если бы еще светило солнышко такое ну не навязчивое скажем так чтобы было посветлее было бы вообще супер я хотела вам показать сколько всего я понавязала за эти дни но решила уже показать вам завтра завтрашние влоги завтра или послезавтра влог выпущу и покажу уже в нем потому что уже и так влог большой ну за два дня вообще-то пух лезет прям пух в рот ладно мои хорошие пойду-ка я обедать ну все я пришла домой хочу вам показать что я купила ну во первых купила вот такое сало стоит у нас оно 295 рублей сало по-домашнему называется я уже покупала и причем я не знаю может где-то оладки другие есть ларечки я имею ввиду ну и скорее всего что есть фирмы которая вот продает а что за фирма это же колизей да здесь 468 грамм а стоит 295 рублей килограмм я 138 рублей заплатила вот за это сало мне оно очень нравится я у них говорю уже уже покупала оно мягкое вкусное бывает купишь сало оно не угрызается причем изготовлено 9.05 то есть свежайшее вот может этикетку перелепили не знаю это практикуется и очень часто дальше купила вот такие громадные помидоры по 150 рублей пахнут вообще по 100 рублей вот такие уже огурчики тоже романовские я не буду вытягивать вот я 150 рублей я не помню 150 рублей я сказала короче по 100 рублей огурчики 4 штучки купила себе на салатик те я благополучно доела вот эти перчики два перчика купила и кабачки все мне обошлось 68 рублей по 15 рублей лук я его вот столько купила вы знаете я люблю делать просто лук резать вот когда наш свежий уже огородный лук не тот который в теплицах растет а ароматный такой все и пока он еще молоденький не горький я его мелко режу добавляя сметанку соль вы знаете какой вкусный салат луковый ну и конечно же я зашла там есть такой кулинарный отдел без которого когда я бываю в старом городе я всегда захожу купила вот такой вот рулетик себе здесь два кольца с творогом вот такие вот такие йогуртовые трубочки вот таких четыре штучки с заварным кремом внутри сказали что сливочный и вот такие тоже здесь немного грамм 300 кексы вот это тоже тут получается на 200 с копейками в общем я купила получается салат и и как же что-то назвать ну пусть будут сладости ну и здесь у меня батон сейчас подогрела себе супчик порежу сальцо время сейчас три часа уже выгрузила немного видео которое я буду сейчас редактировать это добавлю и буду выставлять пока я там обедала ну сколько прошло минут 15-20 и посмотрите пошел дождик и наш снегопад тополины я так вкусненько покушала сало кто волгодонский живет покупайте в колизее сало не пожалеете вкусное туча страшно черная вот я еще хочу ответить еще на один вопрос опять возвращается к вопросам о моих ногтях и задают сколько у нас в городе стоит такой дизайн как у меня на ногтях я уже много раз говорила что я не могу сказать стриглась я сегодня за бесплатно с собой только взяла к чаю прянички и конфетки вот а за ногти заплатила 200 рублей еще мне в нагрузку подарили пилочку вот то есть у меня много очень знакомых которых как бы я одариваю и они не знаю знак благодарности наверное ну что сказать делает мне доброе дело вот так вот поэтому сколько стоит честно не могу сказать вообще даже не знаю цены вообще не знаю я не знаю сколько стрижка сейчас потому что я все три года хожу к своей кумушке она и домой ко мне иногда приходит стрижет меня и точно так же я не знаю сколько маникюр стоит сколько стоит наращивание и вообще ну может быть настанет такое время когда мне придется узнать ну дай бог что сейчас у меня этого этого не нужно делать вот а и так же я до этого говорила что рассказывала что когда я еще не жила в Волгодомске а жила в Москве я сама себе наращивала ногти акрилом сейчас наверное уже акрилом не наращивает так что думаю я ответила на ваш вопрос еще не все комментарии прочитала потому что ну не было времени сейчас начну выгружать это видео редактировать его и выставлять все мои хорошие до новых встреч до новых видео я с вами прощаюсь совсем ненадолго пока пока